Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Житие Святой Мученицы Агафьи Святая Агафья, дочь знатных и богатых родителей, жила в Сицилии во второй четверти третьего века. С молодых лет преобладала в ней любовь и преданность к Богу. Когда наступило гонение Декия, то она стала готовиться к мученичеству. Действительно, христианское исповедание богатой гражданки не замедлило послужить поводом к преследованию ее правителем области Квинтианам. Сначала, пораженный ее красотою, он пожелал, не прибегая к угрозам и истязаниям, употребить все способы к отвлечению ее от христианской веры. Думая, что жизнь в роскоши, состоящая из одних удовольствий, увлечет ее и рассеет в сердце ее привязанность к христианской религии, он поместил ее в дом к одной богатой язычнице, которая проводила веселую жизнь со своими пятью дочерями. Эта язычница Афродисия исполнила поручения правителя и всеми средствами развлекала Агафью, доставляла ей всевозможные удовольствия. Но, окруженная весельем, Агафья тяготилась им, нисколько не утешала ее то, чего так жадно ищет большинство, готовая забыть чаду веселья серьезные и существенные вопросы и заботы души. А принесение же жертвы богам совершенно бесплодно убеждала и уговаривала язычница христианку. «Легче смягчить камень, нежели отвлечь Агафью от ее бога», передала, наконец, Афродисия Квинтиану заключение свое об Агафье. Напрасно я старалась прельстить ее роскошными одеждами, жемчугами, драгоценными каменьями. Она все это презирает. Тогда Квинтиан сам попытался убедить Агафью. «Почему?» – спросил он ее. «Ты, девушка богатая и благородного происхождения, носишь всегда бедную одежду». «Потому что я раба Христова», – отвечала Агафья. «Почему ты считаешь себя рабою?» «Потому что наша свобода и благородство состоят только в том, чтобы быть рабами Христа. «Однако и мы свободны, хотя и не служим вашему Христу». «Нет, вы также рабы, рабы греха и поклонники бесчувственных идолов». «Если ты станешь хулить наших богов, то я велю предать тебя мучениям. Но скажи, почему ты отвергаешь богов?» «Потому что они не боги», – отвечала Агафья и стала доказывать всю ложность и нелепость язычества. «Квинтиан приказал подвергнуть ее мучениям. На ночь была она отведена в темницу. На другой день, видя ее непреклонность, снова начали истязать ее. «Радуюсь этим мукам», – говорила Агафья. «Как пшеница не может попасть в житницу иначе, как очищенную от плевел? Так нельзя душе моей войти в рай, прежде чем не очищусь страданиям». После мучений в продолжении дня снова отвели Агафью на ночь в темницу. Здесь посетил ее Господь чудным утешением. Святой апостол Петр явился ей и исцелил ее. Свет непостижимый наполнил темницу. Стража в ужасе разбежалась. Агафья могла скрыться из темницы в это время, но не захотела уклониться от мученического подвига, пожелала потерпеть до конца и не захотела также навлечь ответственность на стражу. На пятый день после того возобновились ее истязания. Для нее придумали новый способ мучительства. Насыпали на землю горячих угольев и раскаленных черепиц и, израненную уже, положили на них святую. В это время произошло землетрясение. Граждане города Катаньи, где происходили мучения Агафьи, видя в этом кару небесную в ужасе, приступили к правителю, требуя, чтобы он отпустил мученицу. Опасаясь народного волнения, Квинтиан приказал снова отвезти Агафью в темницу. Там душа ее вознеслась к Богу пламенную молитвою. «Благодарю тебя, Господи, что удостоил меня пострадать за имя Твое и даровал мне силу и терпение. Услыши меня в этот час и призови меня к себе». И с этими словами скончалась. Граждане Катанские предали погребению тело ее. Слава о мученичестве Агафьи разнеслась по всей стране. Вскоре была выстроена церковь на ее гробнице, и бедная одежда ее, которую она обыкновенно носила, была положена на гроб ее в память об ее смирении. Господь разнообразно прославил верную свою рабу. Скоро гнев Божий постиг Квинтиана, который, желая воспользоваться имуществом скончавшейся Агафьи, отправился в Палермо, на ее родину, но при одной переправе он был сброшен в реку взбесившимися лошадьми и утонул. После этого никто больше не посмел потревожить родственников святой Агафьи. В годовщину кончины святой мученицы, когда последовало извержение огнедышащей горы Этны близ города Катаньи. Устрашенные жители города, верующие и язычники, взяли одежду святой Агафьи с гроба ее и держали ее против огненного потока, и бедствие миновало город. Жизнь святой Агафьи одна из тех, где страдание является побежденным силой веры и молитвы. Какая глубина страдания и какая сила молитвы, давшей терпение все перенести. Страдания в мире остались те же, хотя и не в виде насильственных физических пыток, но усложненные, изощренные, тягчайшие, нравственные, не говоря уже о неизбежных всегда болезнях. Но сила веры и молитвы для борьбы со страданием та ли и где она. Во всяком случае, не та теперь сила, что воодушевляла первобытных христиан. А потому и победа теперь не там, где была прежде, не на стороне молитвы, а на стороне страдания. Страдание побеждает теперь и клонит перед собой душевные силы. Самоубийства, в которых нагляднее всего выражается факт отступления человека перед страданием, сделались почти обычным явлением. Нет молитвы, нет и силы пребывать лицом к лицу со страданиями, которыми вольно или невольно наполнена жизнь человека. И вот он ищет исхода в произвольной смерти и по меньшей мере исхода в неправильном образе действий ради избежания бедности, например, разных лишений и других тягостей жизни. И там смерть, и тут смерть, но какая? Мученик умирает победоносцем, самоубийца умирает побежденным, подавленным, не вынесшим страдания. Непроходимая бездна отделяет страдальца верующего, молящегося от страдальца невооруженного щитом веры и молитвы все преодолевающим. Господи, дай миру только силу молитвы, и тогда падет вся сила искушений, вся гибель неразумия, вся опасность слабости в борьбе с окружающим от всюду злом, с внешними и внутренними врагами. Молитва с верою побеждают все. Молитвами святой мученицы Агафьи Господи Иисусе Христе Боже наш помилуй нас Аминь 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 Еринь Аминь 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 Продолжение следует...